всем доброе утро хорошего дня в общем сегодня будем делать пиццу а именно тесто для пиццы будем вот такой хлебопечки замешивать значит строго будем делать все по рецепту у нас все есть все я в принципе достала сухие дрожжи есть мука есть мука кстати у нас очень дешевая я купила и ваша не фирма каждый день по моему килограмм 122 рубля то есть в общем все будет достаточно бюджетно так соль есть вода есть а по-моему видите даже сахар нам не нужен надо убрать так ну что начнем значит я вынула отдельно чашу мне тут подсказали что всегда нужно все насыпать вынув чашу из хлебопечки чтобы не дай бог не просыпать спасибо большое в общем давайте поехали сухие дрожжи дрожжи 1 чайная ложка вот у нас специальная получите мерные ложечки ну начнем так дрожжи я насыпала теперь у нас мука кстати сразу прошу прощения за мой голос сейчас сезон тополя у нас в господи в москве уж как же так сделать чтобы не все мимо не пошло вот поэтому не аллергическая реакция в общем ели выживают так муку насыпали масло 4 столовые ложки так масло то у нас растительное должно быть и не сливочное написано 4 столовые ложки вот сейчас буду наливать так все масло добавила соль добавила осталось у нас вода 240 миллилитров я заранее уже все отмерила так ну вот вроде бы все по рецепту все получилось пока еще пока нет результатов но посмотрим опа он все села спокойно так выберите меню 17 нажмите кнопочку запустить устройство ну что давайте господи так 45 минут будет делаться ну замес давайте откроем посмотрим о видите слушайте ну прикольно конечно ну да ну ладно давайте не будем мешать процессу не будем стеснять что у нас дальше то нажмите кнопку извлеките тесто 8 крат ну в общем будем ждать 45 минут но а пока мы ждем давайте будем потихонечку готовить начинку пиццы у нас будет пепперони значит у меня есть здесь томаты для томатного соуса мы туда добавим чесночок так для остроты еще добавлю кетчуп я кстати до этого пиццы вообще не готовила вот купила такой острый кетчуп я думаю нормально должно быть нормально так натру моцареллу до этого покупала сыр гауда пятерочки уже немножко натерла и будет у нас сверху еще колбаса столичная так рядом кто у нас собака пьет водичку бусик ну что ж ты не мешаешь а маленький мой малышкинский ну лата так ну что приступим да так пока приступаем к начинке вот здесь помидор чеснок и кетчуп посмотрим смотрите какой у нас красивый комочек наш комочек тесто вау заметно так все не будем смущать еще 32 минуты будет замешиваться слушайте те тесто конечно но на ощупь просто супер я конечно не пекарь не супер кулинар но она прям такое пышненькая то есть мне кажется действительно хорошая сейчас я его немножко разомну ой так выключим что нажимаю об все грязное но бог с тобой в общем и сейчас на противень делаю форму на противень и будем выкладывать начинку так ну вот сделала какую-то непонятную форму но форму круга вообще не получилось но и мне кажется на мой противень бы не поместился бы такой какой-то круг в общем раскатала как смогла сейчас будем делать начинку соус все остальное а а а а а а а вот такая у нас пицца получилось конечно если говорить с эстетически с эстетической точки зрения то это полный провал но попробуем может быть на вкус еще ничего я уже разогрела плиту так ну вот такая пицца у нас получилось она конечно немножко под сгорела мне кажется что на видео она выглядит более сгоревшая чем есть на самом деле но за богом попробуем что у нас получилось война очень горячая слушайте ну тесто пропеклось так ну давайте сделаем выводы на самом деле мне понравилась пицца домашняя ставлю себе геройские геройские три с плюсом а вот конечно очень легко делать пест тестов хлебопечки нигде ничего ну тебя не разбросано до мука не не рассыпана везде по кухне ты знаешь точный тайминг когда все это будет готово есть время ну подготовить все ингредиенты конечно слушайте но это реально занимает время вот так вот ну не знаю раз только может раз две недели вот можно заморачиваться такое готовить хотя если остаются какие-то остатки то в принципе ну в холодильнике то в принципе почему бы как бы и не приготовить так ну на этом все я с вами прощаюсь спасибо большое если вам было интересно всем пока пока